В Чите, как и по всей России, отметили День Конституции. 20 лет назад на референдуме за этот документ проголосовало большинство россиян. Интересные данные из архива Забайкальского края. Тогда, в 1993 году, 57% жителей Читинской области и более 70% жителей Айгинского Бурятского округа проголосовали за Конституцию. А как в Забайкале отмечали этот праздник, расскажет Любовь Чистякова. По человеческим меркам она еще юная барышня, по историческим совсем кроха, по политическим же считается долгожителем. Конституция Российской Федерации в свои 20 лет занимает второе место среди действовавших когда-либо на территории России основных законов. Насколько отличается современная Конституция от своих предшественников? На этот вопрос подробно отвечает открывшаяся в Краевеческом музее в день рождения документа выставка. На этих стендах полная история Конституции с 1918 года до наших дней. На почетном месте подлинники Конституции Дальневосточной Республики. Это уникальное государственное образование, которое существовало на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Столицей была наша Чита. Мы не должны забывать свои истории и не должны забывать, что некуда мы были в государстве. А это уже торжественное собрание в честь дня рождения Конституции. Главными гостями праздника стали 10 читинских школьников. Впервые в жизни к ним обращались официально по имени-отчеству. Вызывали на сцену, дарили подарки и самое главное вручали первые в жизни паспорта. Такой праздник, получать паспорт, это очень хорошо. Я горжусь, что я получаю паспорт в этот праздник. Ощущал какой-то приток новых сил, потому что я становлюсь полноправным гражданином Российской Федерации. Важным этот день стал и для родителей юных забайкальцев. Они все как один говорят, такое торжественное вручение помогает ребятам осознать значимость получения паспорта. В торжественной обстановке паспорта в День Конституции вручали не только в краевой столице, но и в районах Забайкали. Кроме того, по поручению президента во всех региональных министерствах, структурах, ведомствах и органах муниципальной власти прошли дни открытых дверей. По предварительным подсчетам в них приняли участие около 100 тысяч забайкальцев. Любовь Чистякова, Сергей Бумагин, Вести, Чита. Чите в честь Дня Конституции России активисты забайкальского отделения ЛДПР провели пикет. Несмотря на мороз, молодые активисты поздравили с 20-летием Конституции каждого прохожего. Пикетчики объясняли, для того, чтобы права соблюдались, надо прежде всего их знать. К этому призывали транспаранты в руках организаторов. В раздаточных материалах информация обо всех этапах, которые прошла Конституция России. Сегодня многие люди читали, знакомы с Конституцией, но не все знают ее историю. А ведь для того, чтобы оценить какой-либо документ, его историческую значимость, нужно знать, в каких условиях он был создан. Наша Конституция была создана в очень тяжелые для страны времена. И сегодня она является главным документом. И является она им уже на протяжении 20 лет. С 2004 года 12 декабря не является выходным днем. Однако уже со следующего года российские парламентарии предлагают и объявить этот праздник, День Конституции, выходным днем. И в День Конституции 11 школьников при Аргунске в торжественной обстановке получили свои первые в жизни паспорта. Мероприятие прошло на сцене местного Дома культуры. В зрительном зале собрались родители, а также школьные товарищи и виновников торжества. Ведущие напомнили собравшимся об истории паспортной системы, особенностях ее устройства в России. Рассказали об основном законе страны Конституции. Церемония вручения паспортов сопровождалась и громкими аплодисментами присутствующих. Школьники не скрывали своего волнения. Я думаю, что дети, которые получили сегодня документ, самый важный, самый первый их документ, паспорт останется на всю жизнь, память об этом. Поздравить подростков пришли представители власти и общественных организаций. Муниципальный ансамбль «Родные напевы» подарил школьникам небольшой концерт.